Ради парада победы и голосования по поправкам в Конституцию в России частично отменили карантинные меры. Власти объясняли это тем, что эпидемия идет на спад, и с радостью показывали графики и красивые статистические выкладки. Но были ли эти данные правдивы? Демограф Алексей Ракша работал советником в Росстате и на протяжении всей эпидемии коронавируса сомневался в официальной статистике по стране. В итоге его уволили по указке сверху. Мы поговорили с Алексеем о фальсификациях статистики, реальном числе заболевших и умерших, и о том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. Россия борется с коронавирусом уже много месяцев. И как по-вашему, были ли за это время особенно подозрительные статистические кейсы? У нас все, что сексируется и публикуется на сайте СтопКоронавирус.РФ, сейчас практически один большой подозрительный. Это статистический кейс. То есть та статистика заболеваемости, которую мы видим на сайте СтопКоронавируса, она вся нарисована практически. Она вся приглажена, подогнана, выровнена, нарисована. В общем, используйте любое из этих глаголов, и вы не ошибетесь. Зарисовки, они настолько тупые, что либо те, кто их делают, очень глупые люди, либо они считают очень глупыми люди, нас, потребители этой информации. Можно какие-нибудь примеры? Для примеров, например, Краснодарский край, Липецкая область. То есть там видно, что сперва это начали сглаживать скользящие недельные, потом это стали вообще обрезать. То есть нельзя было вообще писать больше какой-либо цифры, в принципе. То есть Краснодарском крае было запрещено показывать больше ста в месяц. Потом в Новосибирской области было запрещено показывать больше, чем 110 в месяц. Еще раньше в Башкортостане запретили умирать от коронавируса. То есть там просто смерти прекратились на две недели или больше. Потом показали одну смерть или две, потом снова прекратили умирать на три недели или больше и так далее. Это просто самые яркие примеры. И практически все российские регионы сейчас имеют какую-то странную, сглаженную, причесанную, обрезанную, подогнанную статистику по заболеваемости на сайте СтопКоронавирус.РФ, ну и на сайте Роспотребнадзора. И ни у кого доверия к этой статистике нет. А как происходит эти массовые фальсификации со статистикой? Это просто какие-то рисовки от руки, чтобы угодить начальству или намеренный отказ от учета людей с пневмонией или что-то еще? Изначально это было первое. То есть изначально просто стали рисовать от руки, допустим. Если по области выделили лимит в 70 случаев, а в областном центре существовала, допустим, нормальная колебательность процесса, допустим, от 20 до 40, 20 до 40 каждый день. Ну потому что, вы же знаете, есть дни недели, есть выходные, лаборатории работают непостоянно и так далее. То есть у данных должна быть нормальная волатильность. Вы посмотрите на любую нормальную страну, там ни Россию, ни Иран, к примеру, какую-нибудь развитую страну, демократическую, вы видите, что данные достаточно сильно колеблются день от дня. То есть существуют недельные циклы. Именно поэтому даже на сайте Worldometers Info существует кнопочка «Построить семидневную скользящую среднюю», чтобы сгладить все это. А у нас тут уже сглажено, это понятно, как минимум уже это сглажено. Во-вторых, вот если, допустим, в Ком-Трайе райцентре есть волатильность, то остаток области рисуют за вычетом. То есть если в области лимит, допустим, 70 штук в день, то и остаток будет колебаться в противофазе, допустим, от 50 до 30. Ну, то есть откровенно видно, что есть какие-то поставленные областям лимиты. Нельзя превышать такую-то цифру, нельзя превышать такую-то цифру. Очень долго, очень многие области боялись превысить в сотню. Потом, когда об этом раструбили, они сместили одну планку в район 110 или 125, а вторую планку они сместили в район 80-90 и так далее. Но в целом вся статистика по коронавирусу у нас нарисованная на сайте Worldometers. Именно по новым заболевшим. По выздоровевшим информация более правдоподобная, как я считаю. Она действительно имеет некую недельную составляющую. Это очень хорошо заметно. И, в принципе, к ней вопросов меньше намного. К статистике именно выздоровевших. Потому что это статистика выписки из больниц. И она действительно ведет себя так. По выходным видно, что выписывают в несколько раз меньше. В многих областях не выписывают вообще по выходным. Это правдоподобно. Это похоже на правду. Потому что врачи выходные отдыхают, главврачи отдыхают. Даже если вы выздоровели вдруг, допустим, в пятницу у вас не успели взять анализ или еще что-то. То есть, допустим, в понедельник приходят и вас выписывают. Это нормально. Примерно так же должна... Госпитализация должна вести не прямо так же, но тоже должна быть какая-то волатильность. А ее очень часто нет. То есть нам просто рисуют по линейке спад. Или по линейке рост. Или по линейке плата. Реальная эпидемия так себя не ведет, конечно. И поэтому к этой статистике, естественно, в доверии никакого нет. Есть вопросы. И более того, если мы регионы сгруппируем на те, в которых рисовки меньше, или и тех, в которых рисовки больше, в которых рисовки меньше, в которых волатильность побольше, то вот в этой группе регионов рост более быстрый. То есть, видимо, есть связь, что рисуют, скорее всего, там, где ситуация хуже. Статистике по заболеваемости я бы вообще не доверял. Тем более, что у нас взят курс на сокращение числа тестов, тестирования. То есть у нас за последние 2-3 недели стали меньше тестировать. Не намного, но меньше. Это тоже влияет на показатели. Ну и, кроме того, в последние уже самые 2 недели перед обнулением пошли массовые сообщения о том, что невозможно было сделать КТ за деньги, либо тест ПЦР за деньги, потому что не хотели портить статистику перед обнулением. И видно прекрасно, что у нас число случаев с симптомами стало ощутимо сокращаться перед обнулением, а сейчас оно, словно, пошло в рост. После того, как отпустили. Причем все эти ограничения о том, что невозможно сделать КТ за деньги, они были оглашены до 1 июля. То есть вот у нас до 1 июля там или аппарат на ремонте, или просто Роспотребнадзор запретил на ремонте, или у нас плановое обслуживание аппарата и так далее. То есть из очень многих регионов поступали такие сообщения. А что сейчас происходит со смертностью врачей? Какую цифру можно считать приближенной к реальности? Ну, вы же знаете, если память, вы видите этот сайт. Наверное, это нижняя. Если вы оттуда уберете врачей, умерших в Белоруссии, там где-то еще, то остаток весь, это нижняя граница тех случаев, по которым есть хорошая достоверная информация. Наверняка еще и существует достаточно много случаев, которые вы на этот сайт не попали. То есть нижняя граница – это 500 умерших врачей. А она по-прежнему остается самой высокой в мире? Ну, в расчете на общее число умерших официально от коронавируса, да, конечно, во много раз. Оно приближается к числу умерших врачей в США. А какие у нас сейчас самые тяжелые регионы по заболеваемости получаются? И почему там, как вы думаете, сложилась такая ситуация? Официально у нас самые тяжелые регионы – это Тыва, это Ямало-Ненецкий округ, это Ханты-Мансийский округ, это Карачаево-Черкесия. Ну, на Кавказе вообще очень тяжелая ситуация, а статистика оттуда самая лживая, видимо, и поэтому мы даже не можем ничего понимать, что происходит на Кавказе из этих цифр. Но на Кавказе ситуация очень тяжелая, особенно в Дагестане. Я думаю, что достаточно тяжелая ситуация и в Тичне, и вообще во всех мусульманских республиках, где, во-первых, очень долго не верили в коронавирус, во-вторых, существуют традиции обряды массовых похорон, понимаете, да, то есть когда все родственники приходят, там им выкладывают мясо или еще что-то, то есть людям очень тяжело свои традиционные привычки переломить и перестать, допустим, общаться, перестать приходить на похороны родственников. Но сейчас уже, когда у всех почти есть знакомые родственники, которые либо заболели, либо умерли, и, конечно, там ситуация сейчас изменилась в плане понимания ситуации и, пардон за тавтологию. И поэтому я думаю, что заболеваемость там либо уже пошла на спад, либо должна пойти на спад. А вот в наших северных регионах, на Камчатке, в Красноярском крае, на месторождениях, на Ямал-Ненецком, в Ямал-Ненецком округе, в Ненецком округе, в Мурманской области ситуация достаточно тревожная, но можно сказать, что она отчасти тревожная из-за того, что там много тестируют. Если вы посмотрите статистику тестирования, мы видим, что во всех этих северных ресурсных регионах достаточно мощно развернуто тестирование. И, возможно, отчасти поэтому там и такая большая статья, ну, выявляется много случаев заболевания. Но, да, действительно, официально самая тяжелая ситуация это в республике Тыва, где тоже много стали тестировать уже давно, и в Ямал-Ненецком округе. В принципе, заболеваемость, она во всех странах, это функция не только реальной заболеваемости, но и от тестирования, вы же понимаете. То есть там, где тестируют много, там, конечно, выявляют заболевших много. Самый, конечно, правильный индикатор эпидемии это число новых ежедневных тяжелых случаев, поступающих в стационары. Но такой статистики у нас по России, по отдельным регионам, почти ни по каким регионам у нас нет. У нас есть такая статистика только по Москве. А почему такой статистики нет? Нет ресурсов, чтобы ее ввести или намеренно? У нас вообще очень... Вся статистика по коронавирусу, она сделана крайне неудобно. Она сделана так, чтобы ее было как можно труднее скачать и проанализировать. У нас на официальном сайте регионы всегда ранжированы по убыванию числа заболевших. Это все сделано в таком формате, что это достаточно трудно выкачивать. Мои коллеги, которые этим занимались, им пришлось несколько раз переписывать скрипты, потому что несколько раз менялось расположение данных, формат данных и так далее. Я вижу то, что статистика для использования в каких-то расчетах, в научных целях, она очень неудобна. Она сделана очень неудобно, и она сделана так изначально неудобно, и это удобство практически не улучшилось за все это время, к сожалению. То есть это достаточно большой контраст по сравнению с западными странами, где статистику можно достаточно легко, удобно скачивать и анализировать. Допустим, специалист на эту статистику глянете и рассмеется, не поверит, а обыватель поверит, понимаете? Алексей, а что со статистикой в Москве? Есть мнение, что ее трудно фальсифицировать, из-за того, что это мегаполис, и здесь как раз-таки больше специалистов. Есть мнение, что вообще карантин пошел здесь на пользу, и действительно все понемногу улучшается. Это правда или нет? Да, это правда. Все три высказания, которые вы сейчас сделали, они все правдивы, они все, как я считаю, являются истинными. То есть здесь и даже если Москва что-то фальсифицирует, она это делает очень изящно, искусно, так что я не могу придраться, например, и никто не может, даже если так. А почему мы, как вы думаете, не увидели особого роста заболеваемости через две недели после столпотворения в метро, например, это когда еще во время самоизоляции было? Мы увидели. Если столпотворение было 15-го числа, то у нас рост заболеваемости пошел в конце месяца, но, возможно, это было связано с тем, что подвезли наконечники к пипеткам для анализа, потому что была информация о том, что в Москве не хватает этих вот наконечников к пипеткам, в которых хранятся индивидуальные пробы, заборы Москов, ПЦР, и, в принципе, что не хватает тестов. И когда их подвезли, то есть по статистике тестирования было видно, что в Москве выросло и количество тестирования, и количество выявлено. То есть вот то замедление роста, которое у нас было во второй половине апреля, оно, возможно, обусловлено тем, что просто не хватало анализа. Почему мы сразу после снятия основных мер самоизоляции в Москве из-за голосования, вот новые случаи, они резко пошли вниз? Это совпадение какое-то или тоже вот итог того, что, в принципе, пандемия в Москве пошла на спад? Отчасти это точно совпадение, потому что как раз именно в этот день, это был тот день недели, в который число новых случаев всегда становится ниже. Ну и вот этот недельный цикл. То есть вот, грубо говоря, после объявления, первые два дня после объявления как раз пришлись на ту часть недельного цикла, когда заболеваемость снижается, в принципе, всегда ускоренно, именно в эти две недели. Но в данном случае эта заболеваемость снизилась больше, чем я ожидал. То есть, допустим, там она должна была снизиться на 20-30 процентов, а она снизилась на 40-50 процентов тогда. Вот. Но никаких других инструментов, критериев, чтобы оценить, что это нарисовано, у меня нет и ни у кого нет. То есть, если Москва рисует, она это делает настолько грамотно, что к этому придраться невозможно. Но я думаю, что особо рисовать смысла в Москве нет, потому что в Москве действительно ситуация значительно улучшилась. И это, в принципе, очень похоже на ситуацию в Нью-Йорке, например, или в любых других крупных городах, где тоже действительно был карантин, где индекс самоизоляции действительно изменился сильно, и где самоизоляция постепенно ослабевает, люди постепенно выходят на улицу. Мы видим, что в больших городах какой-то повторной вспышки эпидемии вроде бы нет, потому что там переболело, во-первых, большее число населения, переболели суперспредеры так называемые. Те люди, которые либо по долгу своей профессии, службы, либо по долгу своего характера, темперамента общаются с большим количеством людей. То есть, либо это какие-то общительные тусовые люди, но это маленькая часть, а большая часть, конечно, это курьеры, кассиры, это какие-то продавцы в магазинах, это, может быть, аптекари, то есть, это, может быть, это полицейские, это те люди, которые присутствуют специально на совещаниях, то есть, это или какой-то руководство каких-то там организаций. То есть, это те люди, которые по долгу своей работы там, либо по характеру постоянно с кем-то общаются, с большим числом разных людей в течение дня и по долгу. Некий сток, некая доля вот таких суперспредеров, большая уже переболела в больших городах, и в Нью-Йорке, и в Москве, допустим, и распространение инфекции резко снижается после этого. Оно как бы продолжается, но идет медленными темпами. Ну и, конечно же, в Москве население более образованное, оно больше смотрит интернет, читает что-то, чем смотрит телевизор, оно больше осведомлено об эпидемии, оно ответственнее относится к собственному здоровью, чаще ходит в масках, старается меньше пользоваться общественным транспортом. Если вы обратили внимание, что уже сейчас в Москве пробки сильнее, чем были год назад в это время, то есть автомобилем пользуется большее число людей, а на метро и на общественном транспорте ездит меньшее число людей, если вы знаете об этом. То есть люди бы изменили свои привычки. Да, и это хорошо, но, к сожалению, мы видим, что в остальной части России это происходит в меньшей степени. То есть по совокупности всех вот этих вот параметров, мы видим, что пока что какой-то второй волны в Москве не видно. А вот две недели назад началось голосование по поправкам, где-то так же и парад прошел, и неделю назад был Всероссийский день голосования. Понятно, что карантин начали снимать из-за всего этого. А мы уже видим по статистике какие-то последствия? Вот вы говорите, что мы сейчас не видим, и, скорее всего, есть ли какие-то последствия по стране? Или это пока еще не аукнулось? Статистика настолько подкручена, сглажена, обрезана, что мы ничего не видим. А по каким-нибудь независимым исследованиям, если так и существует? Мы даже по официальной статистике видим, что за две недели до первого числа статистика пошла вниз, а после первого числа она вышла на некую плату. То есть даже по официальной статистике мы видим какую-то вот такую подгонку под голосование. Но больше мы не видим ничего, и вряд ли мы увидим. Потому что все это нарисовано, все сглажено, все обрезано, все выпрямлено. Глядя на эту статистику, у специалиста либо смех, либо слезы, либо просто желание ее закрыть, и больше никогда не пользоваться. Но ничего другого у нас нет. А какие вообще можно дать прогнозы для страны, опираясь на независимые исследования? Например, есть у Медиазоны два хороших исследования с их инфографикой. Я участвую в этих исследованиях, да, и они используют часть моей информации, которую я сам собираю. Я думаю, что у нас к настоящему времени реально от ковида умерло не меньше 30 тысяч человек, и каждый день умирает примерно 600, наверное, не меньше. Все в целом по стране. Но дело в том, что даже вот эта цифра, да, она как бы... Вот если мы, допустим, сравним себя с США, с Италией, с Испанией, с Францией, с Англией, она все равно на душу населения лучше, чем вот в этих странах, учитывая большой город Москву, на которую пришлось не меньше трети из общего числа умерших. То есть вот к настоящему времени в Москве от коронавируса умерло не меньше 10-12 тысяч человек. Но вот эти темпы смертности, они были максимальные в Москве в мае. То есть за май в Москве там умерло не меньше, чем 6 тысяч человек от ковида, скорее всего. И это уже в прошлом. Я думаю, что уже за июнь в Москве умерло не больше, чем 4 тысячи. И за июль умрет еще меньше, скорее всего. Но про остальную Россию я такого сказать не могу. Я думаю, что в России с каждым месяцем от ковида умирает все больше и больше людей. Даже по официальной вот этой вот статистике сайта StopCoronavirus, которую нужно умножать, там, допустим, на 2,5, на 3 или больше, мы видим, что за пределами Москвы идет рост числа умерших. Медленно, но неуклонно. Я думаю, что на самом деле он тоже идет. И, вероятно, допустим, в июле от коронавируса за пределами Москвы может умереть там порядка 15 тысяч человек, например. Не смотря на то, что это июль. Вот. Поэтому... Ну, а накопленное число уже к концу этого месяца, я думаю, все вместе превысит, может быть, 40-45 тысяч. И опять же, и все равно это лучше, чем в США, за душу населения получит. Немножечко. То есть ничего в этих цифрах какого-то катастрофического нет. Это как бы типичные цифры такой страны. Зачем надо было так рисовать, так топорно, грубо, неумело все это классифицировать? Не знаю. То есть с точки зрения эпидемиологии это вредно, потому что людям подается лживый сигнал о том, что якобы все хорошо. Люди ведут себя смелее, люди чаще заражаются, люди больше умирают. Именно поэтому и видим, что эпидемия у нас не идет, нас по-то разгоняется. Именно потому, что главный месседж власти людям, что все в порядке, ведите себя как обычно, все нормально. Те, кому суждено умрят, те умрут, и там не страшнее гриппа и прочее, прочее, прочее. Вот шквал вот этих вот, шквал этой пропаганды, особенности телекранов, он привел к тому, что эпидемия у нас нарастает, продолжается. Потому что люди не воспринимают до сих пор эту эпидемию всерьез. По крайней мере, там, докуда она еще не успела дойти в виде массовых смертей, как вот в Дагестане. Это печально. А насчет ситуации в США, буквально недавно там было больше 50 тысяч заражений в день. Это был рекорд, насколько я помню. Это последствия массовых протестов? Я думаю, что нет, это последствия снятия карантина. Потому что, если мы посмотрим штаты, где были протесты, и штаты, где идет максимальный рост заболевания, то эти локации не совпадают. Мы видим, что максимальный рост заболеваний идет во Флориде, в Техасе, в Калифорнии, в Джорджии. Ну, в Джорджии, да, немножко совпадает, но главный, конечно, хотспот этот, там, Флорида, Техас. То есть, почему в тех штатах, где были массовые протесты, там, в Нью-Йорке, где-то, в Миннеаполисе. Ну, в Миннеаполисе, кстати, зафиксировали рост заболеваемости в возрастной группе 20-29, но пока что на какой-то общей заболеваемости сильно это не сказалось. На общей смертности тоже это сильно не сказалось. В штатах еще есть очень интересный феномен, но и в других странах. То есть, во всех странах, где вторая волна ковида началась, и она, допустим, уже превысила пики первой, смертность не превысила пик первой волны, либо вообще не растет. То есть, мы видим, что заболеваемость растет, а смертность нет. Это может быть связано с двумя вещами. Во-первых, тестирование стало более обширным, то есть, разогнались фармкомпании, стали производить много тестов, и просто тестируют больше, и поэтому больше стали выявлять. А во-вторых, улучшились протоколы лечения. То есть, людей быстрее изолируют, людей лучше лечат, применяют более проверенные лекарства и более работающие методы. То есть, медицинская система во всех странах, видимо, научилась работать с ковид так, что смертность снизилась, летальность снизилась от ковида. Вот. Но вторая волна, это реальность, она происходит в многих странах. Я думаю, что с таким подком, как у нас, мы ее не избежим, но у нас дело в том, что еще первая волна на подъеме. То есть, у нас, может быть, второй волны не будет из того, что у нас первая волна будет подниматься, 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 пока все не переболеют. Вот и все. Кроме Москвы. В Москве пока что я вижу, что нет второй волны, и это странно. Она, наверное, должна была бы уже быть. А что получается в мире? В конце июня вы писали в Фейсбуке, что заразившихся минимум вдвое больше, чем 10 миллионов, а умерших больше 500 тысяч. Почему так? Это тоже из-за проблем в подсчете со статистикой? Нет, это потому, что эпидемия ушла в развивающиеся страны, там, в Индию, там, в Бразилию, а теперь уже и в Африку, в этих странах там и тестируют мало, там и смертность, она, в принципе, там выше, и от чего человек умер, там, старый, тем более, это уже мало кого, возможно, волнует, но умер и умер, понимаете, да? Все, то есть эпидемия ушла из богатых стран, где трясутся над каждой человеческой жизнью, где выделяют большие деньги, где большое тестирует, она ушла туда, где человеческая жизнь стоит гораздо меньше, где меньше об этом беспокоится, где, ну, продолжительность жизни меньше, где и тестов нет, и так далее. Все, и мы уже не знаем, точно, правда, и, возможно, через какое-то количество времени в следующем году или через несколько лет или после первой же переписи населения что-то там станет ясно, но не факт. То есть все, это ушло уже в дебри вот эти, в Африку, в Азию, в едные страны, мы уже ничего не узнаем точно. Мы можем примерно косвенно прикидывать какие-то коэффициенты поправочные и так далее. Алексей, я знаю, что вы не комментируете свое увольнение из Росстата, поэтому хотел бы задать немного иной вопрос. Вы планируете когда-нибудь работать на госструктуру, если вас позовут в дальнейшем? Нет, вы знаете, я буду помогать даже Росстату, потому что, ну, они без меня там какие-то вещи не смогут делать. Я, если честно, не очень понимаю, там, какие-то некоторые вещи, как они будут делать дальше. Вот сейчас, может, делать будет прогноз демографический. Вот. Как они это будут делать, я не знаю, но будем посочувствовать. Ну, в принципе, я буду по своей мере помогать, потому что, ну, хорошие люди там, хорошие организации, вы же понимаете, что это не мое и не их решение было. Никому это не выгодно из нас. Абсолютно, да, это всем навредило. Если позовут, конечно, буду работать, если не позовут, но, скорее всего, после этого уже теперь не позовут, потому что сверху любому, кто будет звать, там будут стучать, не надо, я так думаю. Вот, поэтому надо будет искать работу за границей. То есть, это все, откуда-то сверху приходят, все эти инициативы и так далее. А я еще вот видел у вас в Фейсбуке, что вы проголосовали против поправок. Не расскажите почему, если можете. Ну, потому что я считаю, что на наш век царизма, наверное хватит, и власть должна быть сменяемой, подотчетной, и тогда наша жизнь станет со временем лучше. Если мы сами будем активно участвовать в политической жизни. Понимаете, если вы не идете в политику, политика идет к вам. Вот она ко мне пришла, понимаете. То есть, даже если бы я вообще был абсолютно политически аморфен, а просто топил бы за правду, все равно бы получилось бы именно так. Поэтому политика пришла ко мне. Если вы в политику не идете, политика рано или поздно в нашей стране приходит к вам. Добро пожаловать. Поэтому ей, конечно, нужно заниматься, чему всех и призывают.